Девушки отдыхают Девушки отдыхают Слишком рано, мне кажется, абсолютно точно рано, потому что, ну если вы знаете про мелатонин, мелатонин еще не успевает расщепиться в организме, вот, поэтому я нахожусь в таком состоянии странным Все равно искривляется осанка, хотя стараешься себя держать Спина устает очень сильно Я сижу, я не могу постоянно контролировать свою спину, и поэтому я ее наклоняю, наклоняю себя и искривляю спину, и позвоночник приобретает такую форму неприятную, у меня появляется горб и все такое И потом, когда встаешь, у тебя ноги такие ватные, тебе тяжело идти Почему школьники жалуются на плохое самочувствие? Зададим этот вопрос детскому педиатру Сейчас учиться в школе достаточно сложно детям, поскольку это очень большая нагрузка, соответственно очень много заболеваний Синдром гиподинамии, организм не получает достаточного движения, малоподвижный обмен крови к кислородам, кислородное голодание, так называемое, ухудшается состояние крови, нарушается мозговое кровообращение и нарушается структура позвоночника, то есть меняется осанка У каждого четвертого, наверное, если не чаще, уже есть сколиоз, если не совсем, то начальные признаки это нарушение осанки почти у каждого второго ребенка Есть странный научный термин – здоровье-сбережение Его употребляют во всех умных книгах о здоровье детей, используют в российских законах Это понятие означает определенные действия для сохранения здоровья По данным Министерства здравоохранения, сегодня только 10% выпускников школ здоровы 60% школьников страдают хроническими заболеваниями В России сейчас нет универсальной системы для сохранения здоровья в школах Нет такой государственной программы А что тогда есть? Есть педагоги, которые пытаются снизить школьную нагрузку Есть государственные и политические деятели, которые поддерживают эту идею Обратимся к депутату Санкт-Петербургского законодательного собрания Виталию Милонову Он предлагает ввести в школу пятидневную неделю вместо шестидневной Чтобы у детей было два полноценных дня на отдых Рабочий на заводе или инженер в институте работает пять дней Учеба для ребенка такая же работа, как работа для взрослого Делать школу для ребенка каторги, как мне кажется, это неправильно С одной стороны, но самое главное, что невозможно из-за ребенка делать вот такую вот флешку Накачивать у знаний, накачивать, 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 накачивать А как он применять эти знания будет? В своем исследовании на примере трех петербургских школ Мы попытались разобраться, что используется для здоровья сбережения детей Сравним три государственные школы Школу номер 160, которую обозначим как обычная Номер 376, назовем ее элитная И школу номер 167, которой дадим определение неравнодушная У обычной школы и так хватает забот С каждым годом бумажек у нас все больше И помимо того, что мы выполняем свои прямые обязанности непосредственно в классе Мы должны оформлять кучу документаций, массу, огромное количество И есть люди, которым это естественный момент Это очень надоедает, поэтому на все остальное, ну просто уже как-нибудь Особенно интересна советская проектировка здания школы Вот те проблемы, которые есть, к сожалению, они реально связаны именно с планировкой У нас столовая вместе с залом Ну вот так вот спланировали У нас в силу старого здания просто, например, нет помещений, которые можно отдельно оборудовать Для, ну так называемой, релаксации, для отдыха Ну я уже не говорю о бассейнах, тренажерных залах, душевых кабинках и всем остальном Элитная школа открылась два года назад Здание большое и новое Здесь есть много возможностей для того, чтобы дети оставались здоровыми А это специальная сенсорная комната, которую использует психолог для работы с детьми Все парты в школе особые Их можно ставить под наклоном, чтобы не так искривлялась спина Но никто из детей и учителей, которых мы видели, этим свойством парт почему-то не пользуется Мы же узнали об этом здоровье, сберегающем свойстве парт, случайно Чья-то мама заполняла заявление в коридоре школы за такой партой Подобных элитных школ в Петербурге немного Но почему же наша элитная школа не пользуется всеми своими преимуществами, нам выяснить не удалось Неравнодушная школа несколько лет была городской экспериментальной площадкой Каждая школа имеет право принимать участие в опытной экспериментальной работе Выбирает тему и начинает над этой темой работать Вот наша тема была школа, как здоровье, созидающий центр Здесь создали кабинет, оборудованный как соляная пещера Эта школа – одна из немногих в Петербурге, которая начала использовать помимо обычных парт Конторки профессора Базарного Конторки – это специальные столы с наклонной поверхностью За которыми ученики стоят, а не сидят Школьник, если устал сидеть за партой, может постоять за конторкой 10-15 минут и вернуться на рабочее место Им нравится выходить к конторкам, они очень это любят Им вообще и самим от этого самочувствие улучшается Да и сам процесс хождения – это уж лучше, чем просто все время сидеть Конторки – это только одна из нескольких частей здоровья сберегающей системы доктора медицинских наук Владимира Базарного Профессор еще в 90-х годах 20 века обратил внимание на ухудшение здоровья детей уже в начальной школе Согласно его исследованиям, есть несколько причин Первая – чрезмерное склонение детей при письме и чтении Из-за него появляется смещение внутренних органов Ребенок быстрее утомляется и психологически истощается Вторая причина – малая двигательная активность детей во время урока Это приводит к общему расслаблению мускулатуры Отсюда проблемы с позвоночником Вот раньше было в советском обществе Ну, может быть, тоже не совсем правильный подход Было решено, что ребенке нужно вырабатывать усидчивость Вот эту усидчивость вырабатывали, начиная с садиков Ну, там ты должен приучиться к школе, ты должен там сидеть 45 минут Это очень вредно, там исследования доказали медицинские И было призвано все для того, что не засиживались дети, а как раз меняли позицию И, к сожалению, не все этим пользуются Скажу, как человек, который работает много лет в школе Что ребенку нужно где-то стационарное место То есть у него должен вырабатываться, мы будем говорить, условно рефлекс То есть вот мое место, вот здесь я работаю Когда ребенок 15 минут пишет, сидя, 15 минут работает стоя У него переключаемость внимания, она все равно становится не очень рациональной Профессор Базарный разработал свою методику обучения Которая может решить проблему ухудшения здоровья детей Кроме конторок, он предлагает включить в состав любого урока физминутки и зарядки для глаз Весь урок должен проходить подвижно Дети чередуют сидения за партой с возможностью постоять за конторкой К слову, здоровье, сберегающее технологии обучения профессора Базарного Единственное официально запатентованное в России Его конторки внесены в государственные санпины Санитарные нормы и правила Базарный научно обосновал свою методику и провел десятки экспериментов в российских школах Но школы не торопятся работать по официальной методике профессора У меня система Базарного ничего не говорит Абсолютно В смысле, вы не знаете, что это или как? Нет, не знаю Просто у нас был педсовет, посвященный здоровью сберегающим технологиям Ну и когда шло уже обсуждение, вот об этом зашла речь Но сразу это просто абсолютно невозможно Именно в финансовом отношении Именно потому, что мы не финансовая, не самостоятельная организация Мы же смогли, вот мы покупаем же школьные комплекты мебели Мы же купили их из школьных средств, которые уделяет государство То есть купить их возможно Нельзя сказать, что их не разрешают или не выделяют средства Все это можно сделать, если захотеть Основа системы профессора Базарного – это движение Но не все знают, что занятия физкультурой не помогают человеку сохранить здоровье Если он в основном ведет сидячий образ жизни А бездвиженность становится нормой для взрослых Взрослые учат сидеть своих детей Возможно, поэтому предложение немного постоять во время урока так шокирует Почему учителя избегают проводить какие-то специальные приемы профилактические Увеличивающие двигательные активности детей, восстанавливающие работоспособность Есть мнение, и оно вполне обоснованное Что при этом разрушаются учебные доминанты урока Ты его поставил, ну их поставил, да? А потом попробуй их назад опять вовлеки в урок Это требует дополнительных ресурсов Может быть где-то там в реабилитационных центрах Это вот рационально, да? В санаториях дети с опорно-двигательными проблемами обучаются Но в массовой школе я не думаю, что это рационально Ну, во-первых, стереотипность То, что люди годами привыкают работать так И ввести что-то новое Не каждый директор и не каждая система Структура сложившаяся уже, привычка, способна Мы говорим о безопасности страны Потому что больные дети – это больное поколение Больное поколение – это, не надо говорить, расшифровывать Что это большая нагрузка на бюджет Это снижение количества трудоспособного населения и прочее, прочее И прочее, и прочее Но общество до сих пор глухо к научным доводам и аргументам профессора Базарнова Кто виноват? Или что виноват? Или виноват их нет? Станет ли термин «здоровье-сбережение» важным и популярным в российских школах? Будут ли вообще вопросом здоровья детей в школах Уделять так же много внимания, как и подготовке к экзаменам? Эти вопросы остаются открытыми Субтитры создавал DimaTorzok